Так, просьба, даже чуть поближе сесть и будем громко разговаривать. Я не на камеру хочу спросить у вас кое-что, как садить деревья. А почему не на камеру? Пусть все слышат. Ой, неудобно. Ой, сейчас, ага, неудобно. Так, смотрите, все, что я про вас знаю, что вы из Шушинска. Так, вы сказали, были у меня? Не помню. Причем в городе, значит, год назад. В городе, что я мог продать там? В Суйногорске. Я книгу у вас продала, вы подписали от Татарова. Книга одна? Книга одна. У меня их уже две. На второй денег не хватит, правильно? Как все говорят. Ой, нет о финансах, я бы все взяла. И у вас, которые ученица, тоже там она, вы сказали. Я это все слушаю, смотрю, но я ничего все равно у меня нет. Вы это записываете? Да. Ой, вы посмотрите, что сейчас делается. Сейчас ни одна женщина, не разделшись до гола, не может показать себя, потому что просмотров нет. А вы краснете от того, что мы про садоводство говорим? Да, я хотела еще, знаете, знаете, что? Громко. Про кустарники, про кустарники тоже хотела спросить узнать, вот что. Про кустарники? Да. Ваша ученица вы говорите. А ученица уже, это, была немножечко, это, сама Юлия Сергеевна. Она продала там, ну, господи, десяток там была этих, смородин, десяток крыжовника, десяток это, жимолости, и тут же и кончилось. Вот, сейчас только с осени начнет продавать эти манжурские абрикосы сеянцы. Ага. Вот, теперь так, вы сказали, ваши слова звучали так, значит, мне стыдно, это, на камеру, я хочу спросить, как садить деревья, так было? Да, да. Вот, как садить деревья? Вы собираетесь начинать с косточек, семечек или с готовых саженцев? Нет, не с готовых. С нуля? Не понимается. С нуля. С нуля выгоднее. Так, вы весну упустили? Конечно. А никак. Теперь смотрите, придет, сейчас я еще продаю косточки сухие, вот, за 15 рублей штука. Кто покупал их вовремя, это сейчас летняя цена, потому что спроса нет, а я сижу без доходов. Три недели, ни одного заказа. И получается, что... У миллиона набрались уже люди. Ну, набрались. Сейчас у миллиона людей руки опустятся. Заморозки по всей стране бушуют. Смотрите. Снег в Новосибирске. Сейчас только выступал крутой специалист, вот, и давал прогноз по средней полосе России урожае, промышленное урожае яблок, потери от 50 до 100%. Значит, на что надеяться надо? На свой маленький участок. Так нет? Обязательно. Обязательно. Теперь давайте подумаем так. Значит, если вы на счете с косточек, они у меня в городе в холодильнике, Шушенская рядом. Вот. Если вы закажете приличное количество, ну, например, там сотню штук. Допустим. Это я говорю не вам, на камеру, то есть все будут слушать. Допустим, всего лишь сотню. Со всеми огромными скидками полторы тысячи рублей. Пересылка потянет лично вас рядом, ну, допустим, 300 рублей. 1800. Ради сотни косточек готовы? Готовы. Готовы. Значит, мы когда расстанемся, вы мне оставите свои данные, а я вам свои. Хорошо? Да. Вот. Значит, на всякий случай я пока скажу вслух, чтобы все слышали. Мой телефон 8-960-776-86-72. Вы его знаете, звонили. Вот. Теперь. Значит, он привязан к карте Сбербанка. С вашей стороны проблемы не будет. А мне от вас надо будет телефон, адрес и фамилия, имя отчества. Да, я не скажу. Теперь. Давайте посмотрим. Смотрите, у меня, кроме академика, может, еще и академик найду, надо к погребу, там еще сотня банок, полных, косточек. Это мой запас. Это я называю золотой запас России. Ну, не нужна Россия, но это все равно, это лучшая единственная на планете коллекция. Ну, да, я смотрю. Вот, а вы смотрите. Так вот, смотрите. Вы живете в Шушенске. Я ведь не зря, я ведь, скажем, говорю, исходя из конкретного дела. Вот не зря он сказал, вот этот товарищ рассказывал, сказал, что Липецк это центр садоводства, именно Яблонево в средней полосе, именно там до 100% уничтожен урожай. Вот, в Новосибирске сейчас прислали, снег лежит. Да. Вот. А у нас в этом году посеменовало. Но в Шушенске особый момент. Меня шокировало, знаете, когда возле Шушенского, в Субботино, есть это самое знамение... Нет, Шушенского там недалеко. Недалеко. Ну, Субботино, может, ближе к Субботино, нет? Ну, ближе. Там государственный сад, там Бойкова царствовала десятки лет. Там уникальный сад. Но, знаете как, однажды было так, то ли осень была, то ли весна, неважно. У меня было минус 2, и тут же по радио передают Шушенске минус 17. Ёп! А между нами 40 километров? Да. Чё там? Вот. Значит, это надо учитывать, когда вы будете в Майкорчик садить. Вот как? А как? Чё, 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 чё как-как? Во-первых, придётся научиться тренировать. Вот. Допустим, вы эту сотню костей купили. Лучше 2. Лучше 3. Если вы ходите на первое место по Шушенскому. Вы знаете, какая Шушенская безнадёга? Ладно, там был такой момент, когда разница в 15 градусах. На самом деле, обычно градус 2. То есть у вас обычно... Если у меня 20, у вас будет 18. Вот. Ну, а лето всегда одинаковая жара. Так вот, смотрите. У вас есть район... То есть ветер исключаем или нет? Или у вас... Ну, почему ветер тоже есть? Поле... Ну, то есть голое поле, так тоже бывает. Голое поле. Вот. Гуляет ветер. Да. Значит, какие садим абрикосы? Они надёжные. Но садим, наверное, самые простые. Амуры. Амуры проверенные. Серафимы, Баи и манжурцы. То есть уже на Королевские Франции не посягаем. На Академик не посягаем. Это я не знаю. Я знаю. Вот. Только потому, что у вас холоднее. Это у меня тут такое. Знаете, вон абрикос, да, 40 ведер дал. И под ним сейчас. Хотите, пойду покажу. Сейчас тысяча костик лежат. Вот такие урожаи. У вас будут скромнее. Значит, теперь так. Это касается доменклатуры. Кроме абрикосов, что ещё желаете? Мне хотелось бы и груши, и яблонки. Если есть. Ну, смотрите, у Сергея груши, и яблонки, они до полутора тысяч. А то ещё и больше будут. Засаженность. Наверное, не потянете. Нет. Не потянете. Вот. Начинать придётся с семян. Давайте я вам грушевые семена подарю. У меня их много, тысячи. А за такой маленькой семечкой, даже брать эти 15 рублей, что-то мне стыдно. Если возьмёте действительно достаточное количество абрикосов, грушевые семечки подарю, посадите. Садить будете, я вас научу. Вот. И. А они дикие. Привать потом придётся. Вот так вот. Попались? Я понимаю. Понимаете? Ну, привать-то будете, да, нет? Ну, надо поучиться. А, всё. Короче, я смотрю, у вас никакого пока, это, энтузиазма нет, уверенности нет. А хотите груши иметь сладкие? Сладкие груши можно только на моих диких уссуристских грушах вывести. Мы всегда покупали, их есть невозможно, дубовые груши. А так самое интересное, что и государственные питомники такие продают. Мы с Сейногорска, мы с Сейногорска всегда, да. И, так ещё, если это, сейчас всё, что привозят, умирает сразу. Посадил мёртвых. Да. Даже не весной на следующий год, а раньше было не так, чуть раньше. Всё-таки привозили, даже привитые, и всё равно не съедобные. То есть, в их сибирских питомниках нет классных сладких груш. А у меня одна уссуристская груша супер по двое, до минус 50 выдерживает. Приученная к ним культурная. И вот вы ко мне, вы скажете, звоните мне осенью, Константинович, вы обещали угостить грушами сладкие. Вон они, груши, вы знаете, урожай в этом году будет. Опять ветки, опять ветки будут ломаться. Я их не могу спасти. И так с грушами разобрались. Яблонь. Яблоньки. Яблоньки, знаете, их выращивать не надо. Вон они в тайге. Между Шушенском и этим моим красным хутором. Их растёт десятки, сотни тысяч готовых к прививке. То есть, им один, два, три года, вот такой вот размер. И сразу садите. У меня был случай, я люблю о нём рассказывать, хотя это горькое в моей жизни. У меня было два случая, когда я оставался без горша в кармане. Причины называть, это страшные причины, скажем так. Ну, времена такие. Так вот, значит, я еду в лес с тележкой. Показать, где это. Первое на берегу, сейчас там ничего нет, я всё выкопал в своё время. Сотни. И вон туда, тут рядом тропинка и сразу тайга. Вот тут. Штук десять землей выкопаю, в тележку привезу, привью. Осенью прививал, ой, я заговариваюсь, значит, весной выкапывал, ставил на стол, в ком земли прививал. Осенью продавал по пятьсот рублей. Это было лет пятнадцать назад, так? И я, не имея за душой ничего, кроме пенсии. А помните, какая была пенсия? Помните? Так вот, я сразу продал на четверть миллиона, по тем временам, потому что сейчас чуть ли не миллион. Вот так вот я сразу из нищеты вылез. Так вот, если вы, ну, не приехали вы учиться пораньше, игралка. Вот. А сейчас получается так, у Сергея полторы тысячи отдавать за саженец не будет. Вот. Выращивать, ещё год терять, а то и два, они медленно растут из семян. Значит, тайга, тайги выкапываете, осенью приедете, концы, значит, обещали показать из тайги. Так? Понятно. Как они выглядят. Вот. И потом за червяками ко мне на прививку яблони. Вот, сливы китайские можно так вырастить, когда вы у меня будете косточек покупать. Есть у меня немного осталось китайских слив, урожай 23-го года. Вот. Они хороши тем. Слушайте, дядя Солныч, а что у вас вообще в саду есть? Может, у вас всё это есть? У нас нет сада. Нет сада? Нет сада, ничего нет. У вас это закончится когда? Вы ждёте, когда сад? Я так и не понял. Если бы вас на свидание приглашал, тогда я вообще понял, что стесняться. Нет сада, нет сада. Я говорю, поэтому хотели развести сад. Так, с нуля, значит будете садить косточки китайских слив. 40 лет назад я сюда приехал, здесь было такое обилие, потомку подевались. То есть сейчас на рынке их не продают, местные. Это ужас, это удивительно, этого не может быть. Продавали тысячами, тысячами саженцев, причём полноценно. Только выкопал на рынок, и тут же уже в этот же день на ному сад. Китайские сливы, а изобилие этих, сладость невероятная. Есть невозможно такие сладкие. Вот. И вот это вот богатство, тоже нет, значит, купить у меня китайские сливы в виде косточек. А вот. И более роскошные сливы, тут извините, прививать. Есть у меня роскошь необыкновенная. Вот. Персиковые, венгерские и так далее. Ну, а это второй этап, если вдруг правду... Ну, в следующем весу я бы приехал, я бы научил бы прививать. Как правду, это правда. Я же привать могу делать, только так. Ну, книга у вас есть. Книга есть, да. Там тоже кое-что есть на эту тему. Ну, я всё, ну... Ну, ну, всё. Так, ну, всё... Надо всё на практике. Да. Что ещё? Посадка на холмы из книги знаете, да? Да, обязательно. Знаете. Вот. Заборы есть хорошие? Нет. Ну, вот, началось. Значит, самые главные враги в наших местах. Я когда в 84-м году сюда приехал, в 85-м весной купил вот этот участок. Он был маленький, а потом прикупал, прикупал. А этот 10-соточий участок, а на нём я посадил сразу эти самые, вихни. Вот. Тут же зайца съели. Ну, я их всё переловил, отдал собакам. Брестговал, зайчье мясо. Ну, я их всех переловил, петли. Вот. И больше ко мне не совались. А у нормальных людей... Я был под Минусинском, меня приглашали в один раскрученный сад. Там росло на тот момент несколько тысяч яблон. Примерно трёх-четырёх леток, такие, сельский рост там чуть выше. Все боковые ветки доставания были сожраны этими зайцами. А у вас, вы на счёте, и вы снетами закончите. То есть, зайцы, я вам обещаю. Вот. Ещё Владимир Ленин, когда уже в Шушенском охотился на зайцев, но всех не перестрелял. Наверное, не хватило. Вот. И тогда получается, что зайцы один враг. Мыши тоже про них ничего не знаете. Сожрут всё, что зайцы не съели. Я вам обещаю. Вот. Начинайте с ограды. Ограда должна быть достаточно высокая. Вот поверните сюда, вот. Видите? Угу. Вот. Ну, хотя бы вот такая. Ну, ещё пару советов. Сплошную делать нельзя. Ну, да. Обязательно должно быть это, спознячок, спозняк. Вот. Потом, что ещё? Такая же образа зайцы попасть сюда не могли. И не могли попасть сюда. Ни дикие козы, они там будут шариться у вас. И ни зайцы, ни мыши. Ну, вот мышей не спасёт. Можно мышей долго рассказывать, и это отдельная тема. Так, потом, значит, кустарниками будете заниматься? Да. Да. Дело в том, что с ними полегче. Но я сейчас не могу вас учить. Если вдруг, случайно, в июле встретимся, вот тут вот, я своей помощнице дал задание, говорю, ну, вырасти там полсотни на продажу. Ну, я бы приехала. Вот это. Но только с одним этим условием. Сами с ней снюхайтесь, подружитесь. Вот, напрямую, потому что мне на всё не хватает. И здоровье уже не то. Вот. И что ещё? Бесучасток должен быть заросен полностью дёрным травой. Косить придётся 3-4 раза. Я сейчас отобью охоту вообще сосадить. То есть, вроде бы, потом, когда он подрастёт, вот, как вот этот вот, да, подрастёт, я не делаю ничего, ничего, вообще не подскажу. Я только кашу и траву оставляю на месте. Это дурь, когда заставляет выгребать листву и траву скошенную из-под дерева. Одна из главных дурей. Есть такое слово, дурей? Нету, наверное, дурей. Нету, есть. Или нет. Нет, а дурь есть. Да, дурь есть. Слово такого нет, но дури хватает. И вот получается, что, косите, и уже там можно почти ничего не делать. Ну и тогда остаётся, что, полив только первый год я поливаю, потом, захотите, польёте вот так, после таких засухов. Не хотите, а моим-то деревьям ничего не делается. Вот. У меня был самый страшный год, года три назад. Невероятнейшая засуха. Всё лето без дождей. Так ни разу не полил. И этот год дал мне двух лучших абрикосов. Жерделя и Маджурского по сорок ведер, причём не всё собрали. И при такой дикой жару. Я с тех пор успокоился. Но не с тех пор, а и до этого-то. Но одно дело не делать, нет времени, сил. Потом смотришь, а урожай-то? Да. Вот. Но поливать я не запрещаю. Не помню. Это, я говорю, на крайний случай. Нет времени, нету сил. Хожу, смотрю, я ничего не делал, сад должен погибнуть, а ему, он если ломается, то только от урожая, больше нечего. Ну и потому что руки золотые у вас. Поэтому он тоже благодарит сад за это. Я вчера проводил вебинар, рассказал, фотографию сделал, у меня боксёрская груша висит. Мои советы все практичны. Я говорю, она нужна в двух случаях. Первое, набить морду хаму, потому что когда ты каждый день бьёшь, ну хотя бы раз по сто, у тебя получается сила в руках, и у тебя появляется уверенность в себе. Но это не всё. Когда прививаешь, перед этим постучи грушу. Вся энергия тела сосредоточится вот здесь вот, вот то, что вы сказали. Как вы сказали, что энергичнее или как? Энергия, от слова энергия. Вот здесь вот, вот в этих руках сосредотачивается вся сила и энергия. И тогда оживают прививки прямо в руках. Вот это ещё совет. Ну это не у каждого. Давать такой совет женщине, повесить боксёрскую грушу. У нас она есть. А, ещё есть. Отлично, всё. Сад у вас будет. Прививки пойдут. Ну что, будем, всё, у меня просто 20 минут. И сейчас хочу, я не хочу, он сам открутится. Ну что, для всех достаточно, а мы дальше продолжим разговор. Как улыбнитесь вас. Здоровья вам. Чтобы вы нас обучали дальше. Потому что столько вопросов у нас вообще. Здоровья вам. Спасибо. Руки золотые. И улыбнитесь вас, как принято, улыбнитесь вас снимает камера. Помощайте рукой. Вот. До свидания, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...